Всем привет, друзья! Это Pro Evolution Soccer 2018, демо-версия, скачанная в стиме. И мы начинаем свой обзор. Меня зовут Антон. И сейчас мы пошаримся по основному меню. Я хочу выключить музыку. Сыграем, конечно, товарищеский матч. Без этого никуда нужно посмотреть на графику и на все эти штуки, и кем мы сыграем. Конечно, нашей любимой сборной Германии. Вот только не против Барселоны я хотел нажать. Что тут у нас есть? Аргентина. Давай Аргентина. Итак, системные параметры. Так, так, параметры отрисовки. Давай, давай, зайдем, посмотрим. Заглаживание поставим FXAA. Размытие движения выключим. В принципе. Симуляцию одежды тоже выключу. Мне это не столь важно. Сетку можно сделать. А, нет, пускай, пускай, наверное, будет. Тени только высокое, либо низкое качество. Давай поставим низкое. Глубина резкости выключена. Назад. Итак, итак, давай зайдем в общие параметры. Посмотрим. Давай, у нас будет матч 5 минут. Поставим сложность любитель. Стадион. Что у нас по стадионам? Камп Ноу и Сигнал Индуна Пак. Давай, поиграем на этом. Камп Ноу не хочу. И переходим к розыгрышу мяча. Тут, в отличие от FAA 2018 сразу заходит в матч. Тут нет тренировочного режима. Тут нет отработки тактики перед матчем. Тут сразу, как говорится, тебя бросают в бой на амбразуру. Не знаю, хорошо это или плохо. Судите сами, друзья. Пишите в комментариях. А мы пока посмотрим красивые вступления. Я так понимаю, это Дракмундской Боруссии стадион. Но в как сказать так в Pro Evolution Soccer 2018 допустим, что мне больше нравится здесь прорисованы как бы больше лица именно игроков, персонажей. А в FIFA 18 по-своему, конечно, тоже классный пот. Это вот, знаешь, где там сейчас мы прослушаем национальный гимн сборной Аргентины. Месси капитан газон, как обычно. Зато в Pro Evolution Soccer 2018 есть, сука, газон. У меня, блядь, в FIFA 18 газона нет, блядь. Не было в FIFA 17 газона и нет в FIFA 18 газона. Сейчас показывают сборную Германии и слушаем, соответственно, гимн сборной Германии. Мануэль Нойер капитан у нас. Вратарь. Он сегодня будет защищать наши врата, так как мы играем за сборную Германии. Я решил пропустить, потому что не хочу. Итак, матч начался. Сейчас будем смотреть. Да, конечно, визуальная составляющая, ну, знаешь, отличается очень от FIFA 18. Не знаю, в худшую, в лучшую сторону. Это уже можно будет, ну, в принципе, тут нечего говорить, потому что это демо-версия. То есть, тут как бы еще судить не о чем. Нет, пенальти там не будет. Вот, что мне именно больше нравится, в отличие от FIFA, это насыщенность, конечно, вот этой звуковой составляющей стадиона. Вот это зрители, дикий орд. У Ливерпуля всем известная Юнео Волкалоун играет очень отчетливо на стадионе, когда идет представление команды, и там все дела жила-была. Ну, какого хера я постоянно... Вот тут пас в разрез вот этот, он как-то там, ну, указываешь направление, допустим, да? А он его... Так, ну, здрасте, тут надо было бить головой, я нажал, не понял, какие-то шутки юмора, вот, а он его, короче, ну, там, куда-то пускает, ну, просто там дал перед собой, ну, дал перед собой-то и дал перед собой, да? попробую, как обычно, свою любимую тактику игры с флангов. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не долетел немножко Томас... Да, Томас Мюллер у нас был на острие атаки. И вот, и тут переключение себе. Вот, я заплужил. Можно даже камеру немножко поближе сделать масштаб и высоту 5. О! Всё! Отлично! О! Так как-то поприятнее. Что мне в сокере, допустим, всегда нравилось, это режим легенды. Это было круто, но напережение не дам, а вот наверх отпасовать в принципе можно. И ударить в... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Можно было заканчивать атаку спокойно, но это не тот момент, который можно смотреть. Тут красиво ничего особо нет. Тут уже нам представляют статистику во время матча, дистанцию дреббингов игроков команды сборной Германии. О! Вот это шанс! Ах! Бля! Я думал гол! Сука! Я думал гол, прикинь! Я думал гол! А это был не гол, это был далеко не гол. Владение мячом 59 на 41 в пользу сборной Германии. Ну, в пользу меня, любимого. И вот смотри. Это гол! Это просто классический развод и Томас Мюллер все-таки замыкает передачу от своего сокомандника и это гол 1-0 сборная Германии ведет. А тем не менее мы смотрим как в этой игрушке реализованы повторы. Сейчас посмотрим. Вот сейчас пас в разрез пошел четко куда я хотел. Ну, и тут никто не прикрывает и с левой самый-самый уголок и это гол. Ну, первый этап у нас кончился, а я пока скажу по поводу повторов, то, что FIFA 18 и PES 18 они по-своему классные и яркие. вот тут допустим в сокере не хватает тех же бешеных там врывов в зону флага да, с углового, когда он там сбивает тот флаг, там над ним издевается, там, ну, как в жизни в принципе это реализовано. Вот тут это довольно классно. здесь в сокере очень круто допустим то, что я забиваю гол, во-первых, это у нас по-моему был Марио Гетце, да. Здесь то, что классно, к чему я вел собственно разговор, здесь можно настраивать, изменять игроков внешний вид и празднование. Там празднований по-моему этих вообще там ту его куча. Так что по-своему игры классные, просто в сокер я начинал играть, мне он больше как бы роднее или приятнее. Затем пересел на FIFA. Потом когда они начали мудрить это с FIFA непонятно, то в принципе я особо не перестал играть. А сейчас вот с выходом FIFA 18 демо версии я все-таки решил себя переубедить и скачать демку. Так самое и с сокером можно будет чередовать. FIFA как многие аналитики говорят, FIFA берет больше там крутой графой вот опять пас в разрез ну это это я хотел выебнуться ударив сдалека но тут даже смотреть на повтор нечего. посмотрим сейчас план игры может у нас кто-то замахался так стартовый состав Штомус Щурли Марио Гомос вместо Марио Гетце выйдет это во-первых нужно было сразу мне посмотреть но Даган выйдет у нас вместо не выйдет пока месяц одна у нас замена будет сейчас посмотрим как замены что-то не сделали Марио Гетце провожает стадион аплодисментами стоя Жером Буатенг Хумельс с ним прощаются по пути так сказать надо это свечение дебильное выключить и самое допустим крутое то что есть в пэсе в отличии ну точнее не в отличии а то что было уже в принципе давно в FIFA да то здесь впервые появилась очень тонкая настройка графики а тем не менее Марио Гомес вышедший на замену забивает свой первый гол в этом матче тут очень тонкая настройка графики вы это видели в начале и это очень круто на самом деле мне это очень нравится тут не так сильно допустим в пэсе уделена роль именно тончайшему дриблингу как в FIFA да там настройки дриблинга очень тонкие точные тут присутствует дриблинг да тут дриблинг присутствует в принципе вот я его сейчас показал и опять выход в одного нападающего и опять на опережение мы успеваем аааа и не успеваем в дальний угол мы закатить конечно галешник в составе сборной Аргентины компьютер провел тоже замену ой ой ну вот это вот это был хороший дриблинг на самом деле ай 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 марио гомес оформляет дубль в этом матче кстати сильнейший красивый удар сдалека за пределы штрафной площади в ближний угол параторю я не знаю что он его не словил но как говорят на Украине шо ма ему то ма ему поэтому тут казатый мне не бейш мэш ничего красиво сильно точно мощно красиво 4-0 счет 80-ая минута матча оу ху-ху-ху вот это я в ногу ему конечно дал хорошо попробовать и тут как-то вот блять FIFA 18 там прям суди это было в матч сука в мяч это было FIFA 18 там за каждый там толчок там корпусом сыграл да там он он спокойно тебе ставят там штрафной дают красные карточки тут как-то попроще с этим но тем не менее матч закончился у нас со счетом 4-0 показывают нам яркие моменты матча не могу я выключить музыку в демо версии к сожалению музыка не выключается поэтому мне приходится немножко громче говорить и в принципе по-своему по-своему про Evolution Soccer 2018 хорош по-своему хорош он будет в полной версии я надеюсь так же само как и FIFA 18 и мы все сможем наслаждаться красивым и классным футболом с вами был Антон и это был обзор игрушки про Evolution Soccer 2018 демо версии ждем выхода полной игры спасибо что смотрели пока-пока пока